Добрый день, меня зовут Фиалкора Миндру, я реабилитационно-эклинический психолог, я также пациент СРС. На самом деле, я безумно благодарна Роге тоже за материалы, потому что очень информативно, я за благодарность время точно найду, я могу немного задержаться, потому что, на самом деле, первые симптомы у меня у самой появились, когда я еще была подростком, но тогда, к сожалению, еще я в Москве жила, не было хорошей диагностики, и только ближе к 20, сейчас мне уже 34 годика, то есть я уже довольно долгое время живу с этим другом моего детства и жизни, и, на самом деле, настолько информативно и хорошо, я многие вещи сама вспоминала, и я думаю, что для многих это очень важно, вот так структурировано. Ну, перехожу к психологической поддержке, и, на самом деле, здесь тоже упоминалось, что есть некоторые специфики по болезни, меня вообще, я так не уточну, меня нормально слышно, да? Слушай, я вижу, что Марьяна там. Да, хорошо. Сейчас я уберу звук. Где вы? Убери звук. Вы где? ...все наши моменты самого интеллекта формируются далеко, даже не первые восемь-девять лет. Сама нервная система развивается до 20 лет, и, само собой, все базовые вещи, которые происходят в развитии интеллекта, тоже происходят постепенно. И здесь очень важно понимать, как бы, на каком этапе развития находится ребенок, потому что личность, как личность человека со всеми характерами, психотипами, она формируется базово с 2-3 лет до 9-10, но только этот первый фундамент, на котором все зарождается. В этом самом деле, я думаю, как и для врачей, так и для психолога, который психотерапевт, который сопровождает ребенка, для него очень, как бы, такая зона риска, если ребенок, ну, если сам рассеянный склероз диагностирован в очень раннем возрасте. Потому что в более взрослом возрасте он больше все-таки дает на психомоторику, но больше как сенсорные функции, то есть проводимость, да, как бы от центральной нервной системы. У ребенка это формирование самого интеллекта. Если даже, ну, я не буду очень уходить в науку, я хочу так кратко и полезно все, как бы, резюмировать. Действительно, есть некоторые стадии развития. Если вспоминать стадии развития интеллекта по ПИАЖ, то когда ребенок, он очень ранен, то есть где-то примерно там с 2 до 7 лет, он только учит отличать, что происходит, что более ценно у него дооперационные представления. Поэтому, когда он узнает о болезни, это очень важно родителям понимать, он, скорее всего, даже не может осмыслить, что с ним случилось. То есть мы даже не говорим о стадии отрицания, которая, естественно, происходит при любом тяжелом заболевании. То есть ребенок сначала даже не понимает и не верит, ну, как бы, для него это что-то, знаете, как красивый склероз, буквы на бумаге. И здесь вся ответственность, на самом деле, про поддержку и понимание лежит на родителях. Потому что чем старше ребенок, у него вот ближе там, как бы, чисто операционные конкретные задачи, это 11 лет, вот появляется представление. И тогда ребенок, знаете, в худшем случае он еще, наверное, там с первых годов, как только до интернета допускается, пойдет смотреть, что же это за диагноз. И здесь, вот как там есть петля кюблероз, есть стадии принятия, и отрицание его тогда и включится. Потому что ребенку, чем ближе вот к четким представлениям о жизни и о своем теле, которое в раннем возрасте он даже тело свое не ощущает, то есть для него это, знаете, как общая целостная картина мира. Чем ближе, как он будет взрослеть, для него будет понимание того, что это действительно касается его. Тем более, если появились представления, то есть когда уже там есть некие аниме, или есть какие-то нарушения, то есть там, может быть, я не знаю, у кого что-то свое, то есть у кого-то это может быть ретро-бульварно не верит, а у кого-то парезы. И здесь очень важно, я к психоэмоциональному больше глубже зайду, но сейчас я говорю про интеллектуальную и когнитивную сферу. Здесь очень важна поддержка родителей, потому что для ребенка, говорю, до стадии операционных конкретных действий, это до 11 лет, по-преже, для него очень непонятно, что именно является реальностью, и где это касается меня. Маленькие дети, до 6 лет, для них вообще тело непонятно. То есть тело – это что-то со мной связанное. Потом, на самом деле, чем больше он будет понимать, что тело – это его, тем больше он будет сам искать информацию, скорее всего, ребенок. И когда мы подходим до формальных операций в нашем когнитивной сфере, это вот подросток уже птицки, то есть они полностью совершаются, тогда появляется сфера когнитивного развития, которое касается различных возможностей, и уже строить гипотезы. То есть тогда ребенок полностью уже в мозге происходят процессы, которые будут отвечать за то, как я планирую свою жизнь дальше. А представляете, если человеку сказать еще в таком возрасте, что у тебя это никогда не пройдет, для него это очень стрессовое событие. И именно, скорее всего, в этом возрасте ближе шанс принятия, потому что он сможет четко осмыслить, что с ним происходит, что мне нужно. Но тут появляется второй риск. Появляется подростковая сфера, и часто, даже если до этого ребенок твердо исполнял волю родителей, потому что он полностью подвластный, то чем больше мы ближе к подростковому возрасту, тем больше появляется бунт. Наверное, родители, у кого уже ближе к подростку, они понимают, что там сложно даже договориться о четкой стратегии лечения. Но я вам, как психолог, первое, что успокою, что ребенок в подростком возрасте, уже практически личность, который не бунтует и полностью с вами соглашается, с ним что-то не так. Подростки должны бунтовать. То есть они ищут себя, ищут свои четкие намерения. Знаете, когда ко мне приходят и рассказывают, у меня ребенок так странно себя ведет, он там со мной не соглашает, я знаю, что это подросток, я вообще с ним говорю, знаете, у вас здоровый подросток. Если подросток совсем соглашается, с ним что-то не так. На самом деле это нормально, потому что он ищет, что для него ценно. Он ставит себе сценарий жизни. Он понимает, что он хочет от жизни. И здесь, конечно, если есть такой товарищ, как рассеянный склероз, ребенку в этот момент нужна поддержка не в плане, как, знаете, через наказательную сферу взаимодействия, форму взаимодействия. Ему нужно объяснить, что вы с ним, вы будете его поддерживать. И помочь ему дать возможность услышать от вас поддержку, где он может рассказать о своих планах на жизнь, даже какие они безумные могут не быть. То есть может быть там вообще что-то ему не нравится. И у подростков за счет того, что психоэмоциональная сфера у них очень сформируется, у них может быть склонность к депрессивным эпизодам. Это тоже нужно учитывать. И чаще всего, то есть даже если, как бы я чаще работаю с взрослыми, с детьми тоже случалось. И я видела, как, например, там, особенно вот 14-15 лет, они хотят амбициозных планов, у них много стремлений. Но если хотя бы какой-то жесткий рецидив случается, у них может создаться иллюзия, что все дороги у них закрыты. И в этот момент вы должны, во-первых, даже если есть тяжелая форма инвалидизации, как мы сейчас не принято говорить, тяжелые проявления физические, сказать, что мы же в мире, где все меняется. Показать сферу возможностей. То есть дать почувствовать себя как самокатализированной личностью, той, которая может проставить цель, и понять, что от него что-то требуется, именно как бы, что он берет на себя ответственность. Потому что если он будет подросток чувствовать, что родители взяли всю ответственность на себя, у него еще больше как бы сопротивления, потому что там острая потребность независимости. И есть момент того, что... Вот я как бы так иногда буду возвращаться по годам, чтобы не только для родителей, подростков как бы говорили. Есть момент того, что у нас очень плавно развивается эмоциональный интеллект. Ну, и вот там еще называют социоэмоциональный. И у взрослых пациентов с РС как бы мы можем там страдать, фрустрироваться, нам может быть больно, нам может быть плохо от того, что мы не знаем, кто-то поможет нам, но мы сами можем как-то с этим справиться. Ну, если уже не можем, то обращаемся к психологу, к близким. У детей формируется эмоциональный интеллект. Для них очень важно чувствовать поддержку, потому что без поддержки вот эти... Особенно до 10 лет, что они ничего... Ну, что если есть зона доверия, кому я могу доверять, на кого я могу положиться, тогда все хорошо, у них эмоциональный интеллект развивается по здоровому сценарию. Если ребенок не ощущает поддержки вот в раннем этапе, у него и потом будет ощущение, что ему могут не помочь. Есть понятие психологии базового сценария жизни, и он как раз вот до 10 закладывается. Но в отличие от более старых теорий, в современном психологическое науко говорит нам, что сценарий может быть изменен. То есть даже если ребенок не получал поддержки, он может как бы переписать этот сценарий. И хороший шанс как раз есть вот уже тогда до 10, если что-то не хватало ребенку, он не чувствует доверия к миру, действовать на это с 10 до 15. Я как бы хочу сказать больше, наверное, мне хочется даже не только к самим детям обращаться, потому что если совсем маленькие, они меня могут просто недопонимать, что-то еще больше к родителям. Ребенок, который находится в состоянии рецидива, для него они гораздо острее, у них эмоциональный интеллект формируется, они гораздо острее на все могут отреагировать от того, что нам легче понять наши базовые эмоции. То есть если мы понимаем, что мы радуемся, мы можем понять, что мы радуемся. Если мы грустим, мы грустим. Они могут переживать некоторые эмоции и зависнуть на ней. То есть, например, в рецидиве им стало очень грустно и плохо, и они могут долгое время пребывать в этом состоянии и думать, что у них в целом жизни все грустно и плохо. И в этом... Так, сейчас я убираю иногда сообщение. И на самом деле в этот момент, почему мы говорим, что подростки бунтуют, это нормально, но что маленькие дети, что подростковый возраст, показать, что вы есть, вы готовы выслушать, что вы готовы вместе с ними поисследовать и узнать, что происходит с их телом и с эмоциями, с когнитивной сферой. Создать комфортные условия. Это как про психоэмоциональные, так и социальные адаптации. Потому что если мы говорим про интеллект, то мы также говорим про психоэмоциональный тонус. У пациентов с РС, а тем более у детей, у них может быть повышенная утомляемость, но она не только на когнитивной сфере обучения. Она также идет и на сферу того, насколько сильно я могу переживать внешние эмоциональные сотрясения. Мало того, что РС случилось, это шоковое оповещение. Любые тяжелые оповещения для них могут быть более острыми. Тут передо мной уже рассказали про воспалительные элементы, и также есть гормоны, как, например, я еще говорю, то есть мы можем говорить там, что все болезни от мозга, но что это вроде как психологи придуманы. Но на самом деле, если я перестрессую, у меня выделится и про воспалительные стахины, и у меня выделится тот же повышенный уровень кортизола, то есть гормона стресса. И это все уже нам давно доказано, что это про воспалительные элементы. Поэтому я понимаю, что мы живем в современном мире, и всегда создать условия, в которых, знаете, как там мягкая подстельная, не получится. Но показывать, что вы готовы поддержать и выслушать, очень нужно. Я просто, не знаю, как-то, получается, больше вижу родителей, которые вот у меня на экране выведены. Я догадываюсь, что эта пара сидит, у вас ребенок, видимо, подросток, я так догадываюсь. Изюх, да? Да. Да, потому что я как психолог калибрую эмоциональный ответ людей, и я вижу, что, то есть, для вас важно про подростка. И здесь я понимаю, что... Да, 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 то есть это как бы завершение подросткового возраста, это ранняя юность. И на самом деле, если в этом возрасте ребенок сами будет, знаете, как такой живой пример, не соглашаться или сложность принять общее решение по лечению, это нормально. Это как бы, это как бы притоманно для цеговику, да, то есть это нормально для этого возраста. И здесь нужно понимать, что личность уже практически сформирована. Нервная система еще лет так 3-4 годика будет развиваться. И это очень важно максимально продлить состояние ремиссии, потому что дать нервной системе досоздавать вот эти все нейронные связи, которые должны в этом возрасте создаться. Доформируется и тот же эмоциональный интеллект. То есть он уже базово сложился, но какие-то реакции, наши вот паттерны, шаблоны поведения сейчас только формируются. И они устаканиваются. И поэтому, на самом деле, дать возможность, насколько получается, принимать ответственность и на себя, и принимать решения конструктивные для себя. Если вы чувствуете, что там ребенок сам не справляется, это нормально, если он захочет обратиться к психологу. Я, кстати, сделаю такой офф-топ. Мне очень часто родители спрашивали, а что мой ребенок говорил? Ребенок всегда должен знать, если он пойдет к психологу, что все остается только для, ну, как бы, если он не собирается делать что-то там чрезвычайно опасное, всегда только на вот этом тет-а-тет психолог-ребенок. То есть потому что у них очень большая потребность в независимости и в зоне доверия. Очень важно, что более взрослый ребенок, что более ранее, учитывать, что повышенная утомляемость касается и эмоциональной сферы, и интеллектуальных когнитивных функций. Но здесь была хорошая метафора, хрустальная вазочка – это то, что делать нельзя. Потому что чем больше родители будут показывать, что они занимаются чрезмерной опекой ребенка, он тоже будет чувствовать себя ураженным. И здесь есть очень тонкая грань, где нужно при этом обезопасить ребенка от чрезмерного стресса, но я была, наверное, первой, в принципе, кто с психолога изучал стрессоустойчивость пациентов СРС, удивилась, что, оказывается, до меня никто этого не делал, то есть я делала научные исследования. Есть плюсы. У нас в большинстве пациентов СРС тот же уровень стрессоустойчивости, что и у условно здорового человека. Это хорошо, это хорошая новость. Более не такая радостная новость, что на нашу стрессоустойчивость более действует отсутствие социальной поддержки. То есть если человек СРС не чувствует социальной поддержки, здоровый бы как бы пережил. Но мы как бы на это очень сильно реагируем. И я очень кратко хочу еще успеть все-таки сказать о стадиях принятия, которые нужно понимать и детям, и взрослым, которые рядом с ними. Я вспомнила петлю кублероз. Это классическая стадия принятия. Есть больше коппингов, в кратике, как справляемся с стрессом. Есть отрицание, которое переживает любой. И взрослый пациент, и ребенок, когда он достигает, ну, ребенку, в принципе, он обычно эту стадию все равно более осмысленно переживает после 11 лет. Ну, то есть до этого он больше под контролем родителей. Чем старше ребенок, тем, само собой, у него это отрицание будет очень интенсивным, потому что не хочется быть больным. Когда особенно вокруг себя друзья и близкие, там, не знаю, кто-то гоняет в футбол, кто-то там, знаете, ночь не спал, какую-то куштовую писал. Это очень больно для ребенка от того, что он, ну, как бы не может это. И он идет в отрицание. Я не болен, или врачи ошиблись, или у меня будет все не так. Но все не так, это следующая стадия. Это, знаете, как, типа, это у них там все прогрессирует, а мы найдем лазейку. Или, а сегодня мне можно или там отказаться от лекарства, или, наоборот, сделать что-то другое. То есть это, ну, подростка, это вообще эта стадия очень острая. Есть гнев. Он больше присущим мальчикам, потому что у нас, в принципе, базовая эмоция гнева, как достигаторство, даже стимвол наш, она нужна для жизни мужчинам. Ну, женщинам тоже, просто мужчины как бы социально больше ее требуют. Но в стадии гнева мальчики задерживаются дольше. То есть это гнев на Бога, на родителей, потому что, хоть мы знаем, что РС – это не генетическое заболевание, да, ну, то есть, ну, начинается, типа, за что вы со мной такое сделаете? Я видела детей, которые более осмысленно считали, что это родители виноваты в том, что передали им такую генетику, да, то есть, и понятно, что тут кто-то будет гневаться на врачей. Но здесь есть тонкая грань еще того, что как родители, как ребенок переживает стадию принятия, так и родители. У родителей тоже сначала отрицание, с моим ребенком не могло этого произойти. Потом торги, знаете, там, я слышала родителей, которые думали, ну, то есть, там, гневические люди входили, ребенку что-то укололи. Ну, то есть, все бывает. Ну, то есть, здесь бывает такое, что в стадии торгового, одни говорили, что лампы на МРТ неправильно подсвечивают, что нужно люмбальную еще раз пересдать. То есть, ну, понятно, что это что-то между отрицанием, торгами и гневом. Могут гневаться на Бога, на врачей, на вселенского архитектора, на систему, на что угодно, на экологию. Ну, понятно, что мы на это повлиять не можем. И эту стадию нужно просто пережить. Следующая стадия некоторых будет пугать, но она на самом деле настолько же, естественно, как и все остальные. Это стадия отчаяния. Она максимально приближает ребенка и родителей к принятию. В плохом сценарии, если нет хорошей поддержки близким людьми либо психологом, она проявляется в депрессии. В этом состоянии, на самом деле, как раз оно, ну, как бы, условно, я хочу еще предупредить, что вот эта петля, она не всегда последовательна. У меня есть пациенты, которые на стадии принятия, их что-то триггернуло, болезнь прогрессирует, они откатились обратно в отчаяние. Но отчаяние для меня это хороший маяк по сравнению с отрицальными торгами, потому что когда человек отчаяния, скорее всего, он уже принял диагноз, но не адаптивный, ну, то есть не конструктивно его. Потому что полное принятие, которое экологическое, это когда после того, как я отрицал диагноз или отрицал диагноз свой, или своего ребенка, я не верил в эту реальность. Потом я торговался то с врачами, то с действительностью, то с Богом. Я гневался на систему, на что угодно. Я отчаялся от того, что я никак, ну, действительно, не излечимое заболевание приводит к отчаянию, потому что мы не можем напрямую повлиять на существование этого диагноза. Этот диагноз никуда не уйдет. Мы можем только улучшить качество жизни. И здесь как раз отчаяние, для меня всегда маячок на то, что, значит, принятие уже не за горами, что оно скоро. Принятие – это не просто я знаю, что я болен. Здесь очень важно, что не только психолог, но и родители могут помочь сделать адаптивное принятие ребенку. То есть это принятие ответственности за свою жизнь. Чем старше ребенок, тем как бы это активнее. И также экологическая форма принятия конструктивное – это когда вы можете реинтерпретировать диагноз. Это очень сложно дается на предыдущих стадиях. Например, я могу живой пример вести. Например, я знаю девушку, которая заболела, но до этого она бы никогда не узнала, как устроено ее тело. Я знаю, что это мало утешение, но это вопрос того, что мы не обращаем внимания на сигналы тела. Есть, например, дети, которые их перевели в какой-то определенный стиль обучения. То есть они в школу ходят, но у них при этом еще добавился рейбилитолог, добавилась зарядка. Может, будут новые друзья даже среди рейсников. Никто не знает, какие дороги нам уготованы. Но здесь момент того, что нужно поискать, что болезнь дает. Это очень тяжело в начале, когда хочется полностью отрезать сам диагноз или когда ты отчаялся и очень тяжело какие-то рецидивы проходят. Очень важно найти вот эту позитивную реинтерпретацию. Иногда это может быть буквально, например, что если бы не РС, и вот дальше, даже там я иногда даю бумажку и пишу, если бы не РС, тогда со мной бы не произошло. И здесь важно попробовать найти в стадии отчаяния люди там мне пишут, тогда бы со мной не происходило ничего такого страшного. Я говорю, нет, мы пишем только хорошее. И кто-то, например, если бы не РС, я не знал, я не занял с собой йогу, я не пошел к психологу, не узнал свою систему личности, не узнал, где я более талантлив. То есть это вроде бы как бы и так можно было сделать и без диагноза. Но диагноз, знаете, в духе как психосоматики Александера, теории, что психогенность всегда есть в любом заболевании. Нужно поискать, что хорошего мы можем получить от того, что я принимаю диагноз. Иногда это очень банальные земные вещи. Например, девочка, как подросток, уже с тяжелой формой физических проявлений как бы РС, она понимает, что если бы я не приняла диагноз, я бы, наверное, не начала бы пытаться стимулировать какую-то проводимость или заниматься, чтобы мое тело опять меня слушало. Если бы я не приняла, что я больна, то есть я бы, может быть, даже до тяжелых каких-то тем, я бы не выбирала более удобную коляску. Мы же не знаем, у кого как проявляется диагноз. Если бы не РС, не научилась бы дыханием успокаивать себя. Ну, то есть какие-то вещи, которые, кажется, просто из-за РС и случились, но нужно быть благодарным за них. И в этом плане хорошо, если случилось что-то, например, как новое хобби, новое увлечение или умение благодарить день за что-то. Пациентам с РС очень важно, ну, как бы у нас действительно там есть новые исследования про дофаминово-сиротениновые взаимосвязи из-за нашей истощенной нервной системы, поврежденной. Но здесь очень важно понимать, что если у нас есть предрасположенность к более состоянию как бы такого сни и отчаяния, нужно находить моменты радости. Я могу поделиться так, безыменными, знаете, как вариантами моих кейсов. Это удивительно, когда есть РС-ники, которые вообще очень мобильные, все хорошо, в полной ремиссии, а они настолько в отчаянии, просто от того, что они себе решили, что мне не для чем и диагноз. И мы работаем на то, чтобы они чувствовали свое ресурсное состояние, видели, как жизнь на самом деле добра к ней. И у меня есть, например, два человека, которые уже в коляске. Одна женщина вообще практически не двигается, но у нее сейчас как бы благодаря реабилитологу работают с эмоциональной сферой, как что она не так остро на все реагирует. У нее немного улучшилось состояние, она начала сама руками работать, до этого этого не было. То есть я всегда говорю, что всегда все можно отмотать в спять, если просто комплексно работать. Понимать, что все-таки удивительные вещи происходят. Но у меня два человека, которые с такой инвалидизацией, но у них столько о жизни, мне прям, знаете, хочется, чтобы они поделились этим, потому что они не сдаются. Они прошли уже отчаяние, не приняли явность и не адаптировались. И это не означает, что они сдались, они никоим образом не сдались. Они поняли, что им нужно просто в немного другом темпе бежать. Что тело просит их, кстати, интересно, что психосоматика РС это про чрезмерную скорость и про самокритику. Это когда исследования проводили немного про психогенные какие-то предрасположенности. Было, что у пациентов с РС чаще, чем у других, есть критика к себе, завышенное требование, и из-за этого чрезмерная критика к внешнему. Ну, то есть, если ты от себя много требуешь, ты от других тоже много требуешь. Поэтому здесь очень важно, чтобы, например, и другие психологи, тоже работая с детьми из РС, помогали им принять себя как телом, так и к эмоциям. Во-первых, чем младше ребенок, тем больше нужно сопровождать становление его базовых, ну, вот, создание эмоциональных паттернов, потому что не только интеллект еще развивается вся нервная система. В каком-то этапе должна развиваться потребность независимости, и поэтому хрустальная ваза не наш формат. Ну, то есть, когда у ребенка формируется, особенно и в детстве, и подросток, и старше, там потребность независимости, он должен чувствовать, что он имеет ее, да, хотя ему помогают принимать что-то решение или ухаживать за собой. Очень важно, когда создается потребность самоуважения, оценка действительности, сверять как бы мысли, и чувства, и объективную реальность. Это все формируется до 20 лет, то есть, вот начиная с двух лет жизни, когда он там отделяется уже, да, и если до 10 лет какие-то базы по когнитивному сформировались, но потом развитие интеллекта происходит до 20 лет, эмоционального интеллекта до 20 лет, социальных адаптаций, и получается, что до 20 лет у нас есть еще глина, и чем больше внимания к тому, чтобы человек был более стрессоустойчив, был в состоянии ресурса, то есть, это делают как и психологи, так и родители. Например, когда я даже ребенок в очень тяжелом состоянии, в рецидиве, он может говорить, что у меня ничего нет, все, у меня все дороги закрыты, нужно замечать, что он уже умеет, даже если это маленький ребенок. Будет это, например, кто-то, кто говорит, а ты умеешь себе там, не знаю, котлетку правильно сделать, а ты умеешь выбрать вкусный чай, а ты умеешь говорить на вот этом языке. У каждого свои ресурсные состояния, то есть, навыки, контакты, то есть, ну, про ресурс это вообще отдельная тема, как-то может быть отдельно про то, как учить свои ресурсы, учитывать. И здесь очень важно, как бы, чтобы была поддержка не такая, как будто бы ты сломан, потому что я видела таких родителей, есть две медали, есть те, которые в отрицании зависают и оставляют ребенка наедине с этим всем, это худший сценарий, потому что оставлять наедине с диагнозом вообще, как бы, ну, человека нельзя, для него это для дачи, особенно, когда только поставили, это слишком неподъемно. Но и слишком навязываться и делать с ребенка хрустальную вазу тоже нельзя, потому что тогда он будет чувствовать себя ущербным. У меня есть буквально еще, наверное, минут 10, я просто думаю, что, может быть, для кого-то есть какой-то очень актуальный вопрос, который вы хотели задать психологу, но еще не успели. Я что-то думаю. Мы учиться, вот это, она хотела в школу, ну, учителям, как бы, рассоветовали, сказали, что это вот как бы очень стрессово для вас. Но она как бы попирает нас на юридический. Нам можно такое? Вот как-то, я не знаю. Знаете, с контекста адвокаты меньше стрессуют? Здесь всегда можно создать установку. У меня, да, то есть у меня есть среди моих, ну, то есть я как сама поцент СРС, за 15 лет, мне кажется, я знаю многих трестников не только как клиентов, а как друзей, как знакомых. У меня подруга, у которой дочь СРС. И здесь момент того, что есть момент как бы стрессоустойчивости, который я уже сказала, исследую как-то наших родных, нашего государства, людей СРС, я не увидела, что у нас стрессоустойчивость намного ниже. Мы как бы, эмоциональная нобильность у нас может более быть такой, более гибкой, но мы способны переживать легкий дистресс. То есть это не, как бы, есть понятие стресса, да, если есть деструктивный, когда он уже нам вредит, если эостресс, но среди моих знакомых есть преподавательница, которая работает в школе, у нее рассеянный склероз, как бы это живой пример, да, вопрос того, что если получится благодаря и врачу, и психологу, и реабилитологу продлевать эмиссию как можно дольше, то кто сказал, что она должна идти работать в школу, где именно, знаете, как совсем деструктивный сценарий взаимодействия. в 21 веке у нее будет выбор, она сама способна будет сделать. Тут важно, понимаете, как бы, если ее тянет в юридический, и она поймет, что ей там приятно, что это не только работа ради, вы знаете, как ресурса, да, а что она поймет, что ей там комфортно, то тогда да, то есть если она хоть какую-то радость от работы получает, для пациентов с РС, ну, как для детей, которые станут будущими взрослыми, очень важно понимать, что они смогут социально адаптироваться. К сожалению, у нас действительно очень большая стигматизация людей, например, с инвалидностью, когда я в Штатах была тоже по работе, и видела, как там, знаете, то есть люди, ну, не проездники, а вообще просто люди с особенными потребностями, да, то есть у них все дороги открыты, они не чувствуют вообще, что их ограничат. У нас еще легкая стигматизация осталась, да, то есть что, во-первых, очень большой стресс, это я забыла сказать, что почему важно, чтобы родители преподносили тоже, как и врач хороший попался, информацию экологично, у нас в стране стигматизация самого слова склероз, и тут хорошо сегодня вспомнили, что это не атеросклероз, что это не деменция, да, подростки чаще всего вообще, когда слышат склероз, они думают, что все, я все забуду, но проблема не в том, что мы-то поймем через неделю-вторую, что это не о нас, но люди могут этого не понимать, и здесь важно, чтобы была четкая простроенная стратегия, как я буду оповещать, что мне нужно более, там, как внимательное отношение ко мне, или там, ну, даже если у человека уже инвалидности, или у ребенка, или у взрослого, там же всегда пишут по этой карточке, что там работает половину рабочих, там, да, половину суток, то есть работает столько-то часов, и здесь важно, чтобы все-таки то, что выберется как реализация, ну, а что подростки, что, ну, вот этот как раз возраст, когда выбирается путь жизни, дать право на ошибку, это здоровая стратегия, во-первых, что если вдруг не зайдет, всегда можно что-то поменять, да, но четко просчитать, где мне будет комфортнее, есть сейчас, как бы, я думаю, что, возможно, она уже проходила, есть очень хорошие современные тесты, и они не столько об интеллект, сколько на специфику устремлений, и там часто есть, ну, в школе сейчас, мне кажется, вообще, по-моему, их даже вводили как-то обязательно, да, на профориентацию, старые были такие себе очень, я бы сказала, не очень адекватные, а сейчас как бы используют уже современные тесты, и можно попробовать, просто, например, это не означает, у меня есть много знакомых, которые, знаете, по профориентации там учитель стал пианистом неизвестным, то есть или наоборот, но там есть стремление, например, если усидчивость, хочется ли больше контакта с людьми, но вы смотрите, вот есть уже маячок, что учитель, что юридически, это про гуманистическое, и про общение, там дети, там взрослые, поэтому, может быть, она может просто перебрать еще другие специализации, где именно про общение и социум, и пройти тест на профориентацию. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. А натоскоким, с ним точно что-то не так. Если он нато агрессивно реагирует, насправді, такая, знаете, пидла сторона, что, например, для ротина, склероза не очень полезна, потому что будь-яка нато сильная стрессовая реакция может провоковать загострение. И очень хорошо, в идеале, ему вернуться до психолога, но за собственным желанием. Я принципово, например, не беру пидлитки, когда я знаю, что это только, знаете, почините мне ребенка, когда это только для пидлитка, например, если он не хочет работать с психологом, есть очень, знаете, как наш мозг любит плюшки, а пидлитки еще больше. Пояснить, например, ты знаешь свои сильные стороны особисты, ты понимаешь, как достигать желания, то им нужно, как цукерочку дать, то им легче працювать. И насправді социальный диагноз, если он уже больше-менее понимает, что с ним, то для него его психоэмоційная стабильность это запорука того, что он проживет перспективное, гарное майбутнение. Чим довше будет его ремиссия, чем больше он дает собою быть в ней, тем больше он может досягнуть. Мне тяжело являти пидлитка, который не мряет и не будет себе плани, то у них всегда есть певные амбиції. В пидлитковом веке они как раз так формуются, что даже дорослих, я прошу загадывать, мрії пидлитка, потому что они все равно как незакритые гештальты обготовки. Это певные амбиції, которые хотели реализоваться. И в этом плане, если он думает, а не в чем мне будет спокойно, можно, главное, не идти в этот бумеранг, отвечать ему агрессию, потому что агрессия на агрессию не гасить, на жаль. Можно просто незалежность, это для них претеменное утворение цього віку. Вони хотят отримать повагу в социуме. А сценарий, знаете, пидлитки, он мог бы побачить навіть приклад, где кто-то как бичок десь отвоевал свою нишу под солнцем, я спробую так же. И плюс, так как я сказала, батьки иногда не хотят вирить в диагноз, не могут давать поддержку, я не верю в то, что это сталося, таки пидлитки, они иногда хотят сказать, например, одною мовою, реинтерпретация это гарное домашнее задание для батьков и для детей. Він напевно кричит, но напевно он хочет, чтобы я дала ему простир, дистанцию. Він кричит, потому что он не понимает, что ему сейчас нужно. То есть, давать как ретранслятор и говорить с ним, например, давай попробуем там, если он надто в агрессии и в надто гневе, то в этот момент краще стоять. Я просто робила тренинги по эмоциям. И когда людина, особенно если это пидлиток в гневе, краще идти в сторону и попробовать его чимось довести или переключить увагу. И это иногда бывают абстрактные речи. Это такие лайфхаки, например, если человек в гневе, особенно пидлиток, и он будет в нем вариться, пока не закинчивается энергия. В энергии много, это не эта мязовая энергия, психоэмоциональная вона хочет вивильнение, он может протестировать против какой-то дейсности. И в этот момент попробуйте его чимось довести. У меня было так, что я могла навмисно впустить что-то на подлогу, чтобы увага переключилась. У нас мозг так працює, но треба как чаревная кнопочка резет. Тому можно это використовывать. Не до безумных речей. У меня знайома в ней человек входит после работы в Агрессию. Он говорит, я ему пророзовый фламинго с крыльями и носиком единорога. Слушай, ты точно не шизовит. Но он настолько зависит. Я так само делаю. И это действительно дает. Так, это дает. Переключить треба. Вин получается меня адресует на двоих других детей. Я ему объясняю, говорю, Пашка, что поменялось в том, что ты хочет поваги и смеяться. Я ему показываю приклад, как вы говорите, про Диана горога. Он смеется сразу же. И я говорю, ты видишь, можно по-иншому.